Продолжение следует... ...давно плавали, но немножко забыли, как это делается. Вот. Посмотрим, как получится у ребят из Кэтс... ...попытаться остановить... ...эту бесстрашную Мекку... ...которая постоянно... ...приносит нам какие-то сюрпризы. Уже тут... ...пик Гантели. Лол, что? Откуда? Зачем? Почему? Мека, вы же не играете на Гантели! Короче, всё настолько интересно у нас сейчас будет. Также... ...также хочу вам сообщить... ...то, что... ...на данный момент... ...на Твича какие-то микро-траблы происходят... ...поэтому... ...постоянно приходится... ...этот... ...стримецкий у нас перезагружать... ...то есть до игры, чтобы не было никаких траблов. Вот. Поэтому я как бы и ребутаю стрим. Вот. А ко мне в скором времени присоединится... ...Никита Эмпас и Богдан, он же TheBuddy, он же Junta Power. Игрок команды Drone. В скором времени, я думаю, они должны... ...ко мне присоединиться. Вот. Такие пирожки. Давайте пройдёмся по ребятам, которые у нас сейчас играют. Это... ...команда Cats занимает слоты Легиона. Это Guess Who, Artmaster, Shula, FF, Quai. Команда Mecha, FK Murena, Happy Onions, Pegas, Regenda и Speedman. Прости меня, дружище, который Happy. С английским у меня вообще просто траблы. Я был троечником по этому предмету. Так, ко мне вот приходят два сильных парня. Никита. Да, я тут. Да, Никита здесь. Да, ещё раз привет. Бадян где-то вон. Бадян, врывайся. Пока без ответа. Да, он пока не хочет к нам врываться. Что-то здесь не так происходит. Ну, я думаю, со временем он к нам ворвётся и всё будет хорошо. Так, появляется Bubbles у нас. Неужели это будет очередная игра на Bubbles от Speedman? Всё, возможно. Опа. Богдан. Здорово. Привет. Сколько ж лет я тебя уже не слышал. Как же ты там поживаешь? Да не знаю. Нормально. Всё отлично. Так, ну давай, рассказывай. Если бы вы играли, было бы ещё лучше. Рассказывай. Ватафак это было. Вы вроде же играли хорошо. Почему Arch Devil немножко так по-фиговому влетал? То там, типа, miscoordination, типа того. Ну, как бы мы сказали, что отошли. Он не услышал, наверное, ворвался. Понятно. Ну, ошибки случаются. Это ваше первое поражение в голодивизионе. Я думаю, ну что. Да, надеюсь, последнее. Вам ещё с кэтсами играть. Так что... Губы не закатывай. Так. Ну, сейчас как раз у тебя есть время посмотреть, как будут играть ребята из кэтсов. Тут уже что-то новенькое придумают. Типа геомансера. Ну, как сказать новенькое. Нет, я уже видел, конечно, гео на шуле. Ну, да, я тоже. Но он как-то не сильно тогда, по-моему, вошёл. Ничего, нормально вошёл. Нормально вошли, да. Да, очень даже... Он последнюю точку вообще задолжил. В начале ФБ они сделали. И потом разгром пошёл. Они же тогда 23-0 сыграли. Нифига себе. Значит, я эту игру... Да, я эту игру не смотрел, значит. Там первая игра 0 смертей. Это против кого они играли? Ну, как против Мекки. Да, Мекки. Это гранд-финал, что ли, был? Да, по-моему. Ну, да, точно. Значит, я его не смотрел. Потому что я помню, кто-то играл на геомансере, и он там не очень сильно вошёл. Это, по-моему, Никитон был. Ну, это Казандар был. Да, я тоже хотел предложить Казандар к кандидатуру. Но Никита, да, тоже наш, играл на нём. Тоже не очень вошёл. Но мы выиграли. Это такое. Эх, ну, посмотрим. Сейчас как-то я вижу пик геомансера немножко озадачил ребят из Мека. Ну, тут Глэсиус. Походу, дело, старый баг у Мурена остался, когда он пикает, ему приходится перезагружаться. Вообще, Богдан, рассказывай, как у тебя обстановка в команде? Вы так прямо, знаешь, ворвались с Сильвер Дивизиона, и прямо вас фиг сгонишь за голды. Да, не знаю. То-то я просто не играл, как бы, летом в конце. И из-за этого мы плохо ворвались во второй цикл. Ну, конкретно я не очень получалось. Непривычно игралось. И мы слетели тогда в Сильвер. Но сейчас я, как бы, набрал обороты, и можем, типа, противостоять в колде уже. Ну, да. У вас, я вижу, хорошо даже прямо так получилось, то, что сделали сенсацию. Не, у вас хороший стиль игры, прям такой, мне нравится, агрессивный. А почему именно пик Ревенора ты решил взять на кэре? Ну, как бы, я знал, что они Силку возьмут, Ревенора против Силки, это один из лучших вариантов. А Малекин был забанен, напомни мне? Не, не, не. Почему не Малекин тогда? Ну, не знаю, Малекин, как бы, ну, как бы, Мико играет все время в дабл-харт практически все время. Ревенора, типа, самый лучший вариант был. Ну, Малекин тоже неплохо против дабл-харт, но Ревенора все равно получше. Я тебя понял. Ну, что, сейчас мы посмотрим, что у нас будет тут интересного. Аф-ф будет кэрить у нас на Валькирии, это что-то, конечно, сенсационное. Да не, не, в Гранд-финале как раз уже было. У меня, кстати, точно такой же, не, не точно такой же. Что-то близание там было, там и Темпест, и в этом было. Блин, такое ощущение, что я выбыл из жизни. У них Гантеля был вместо Ревенора в тот раз. А что, Ревенор сейчас нормально зайдет? Как бы, герой хороший, но... А, в Харду, в Харду еще лучше, чем нами. Кто там постоянно что-то жрет? Это не я, наверное. Ну-ка, рассказывайте. Сейчас я буду палить. Да и не я вроде. Да. Постоянно пакетом шуршит каким-то. Да нет, нет такого. Ладно. Никого я не смог обвинить. Кстати, сейчас можно сделать интересное ФБ на Редженда. Хотя нет, Редженда. Слишком опытен. Угу. Я мансер. Редженда так, ловыми руками не возьмешь. Да, он как-то так сильно вас напрягал этим Ревенандом. Ревенандом. Да, мы недооценили немного. Как бы знали это действие, но... Там постоянно крик превзошел ожидания нашим своим... Он как гуляющий вард по вашему лесу постоянно шатался. Вы его только один раз там наказали, а он постоянно там шкерился в лесу. Ждал откат инвизы и потом уже обратно заходил. Он спалил, а щас мне котреку такую, с леснику. Угу. Это я мансера... Я мансера за вардил изи, хэмп. Я мансера отправили на мид против Гантели. И Пегас будет стоять против ФФ. Интересно. Я думаю, это будет самое сильное противостояние в этой игре. Ну, самое интересное. Да. Сможет ли нажать Тейкауэр на стрелу? Нет, сможет ли там первый скилл задоджить Тейкауэром? Да. Коул оф зэл. И так сможет. Так, ну тут два пацанчика. Виде Гласиуса. Он просто выйти пока не может. Так они его... Их по сути дела не видят, а сейчас... Гласиуса могут отправить в таверну. Привет! Редженда хочет подраться. Нет, их тут загонят. Они тут ничего не сделают. Да, Боря, время много про... Потерял. Уйдет Сойлес в итоге с... На миду гантели должен все покомфортнее чувствовать. Плюс топорим. Она не сонимая, сейчас лапают. Да, мы сейчас попробуем как раз гантелю работать. Сыгантеля далеко не уйдет. Да, все уходит. Эх, потеря, потеря, потеря времени. Ну прямо не так сильно много времени они, конечно, потеряли, но все равно это чувствуется. Ну да, как-то не знаю... На что они рассчитывали. Типа там два саппорта. Все равно бы он рано или поздно сместился в Смита, даже если бы Редженда не запалил варду. Ну тут уже Мурена просто приобретает такие же навыки, как у Генки. Типа с первых левелов надо морозить. Ну да, но это и правильно. Да, тут надо отгонять вражеского мидера. Он тут буксует. Как мы видим, по крип-контролю 10.2 у ФФ и 7 на 0 у Баблса. Но Баблс пока харасит. Неплохо так своего оппонента. Он, по-моему, самому как бы удобно против вали ставить. Он может скиллы доджи. Вообще, в принципе, Пикасу, я думаю, тут не сильно будет страшно. Да, пока Темпес 6-й не апнет, он будет в безопасности. Ну и когда Темпес 6-й апнет, я думаю, что не сильно он расстроится. Мидлайн пока выигрывается ребятами из команды Мека. Кто-то ботинок себе гантеля сразу привез без ботла. Что-то интересное. Да. Я еще такого не видел. Арон-контроль, видимо, не для них. Не, ну, с другой стороны, типа, быстрее до руны добежать. На это расчет, может, идет. Сейчас будет, я думаю, въезд на Гласиуса. Быстро убивать человека Фриза. Хотя нет, Шула обошел. Ну, конечно, это прям не тот герой, которым Шула привык играть. Вот этот его любимый Мэдман, который он постоянно втихую там подходит за спину. Ну, Мэдману, ему удобно, конечно, стоять в харду против даблы. Но, как бы, видишь, файт-потенциал у геомантера побольше. Он, типа, касты есть от Темпеста. Ну, у него вот этот его ульт, который кастуется очень долго, это прям, забей. Не, ну, у них Темпест есть. У них, как бы, в мидлгейме они посильнее должны быть за счет Темпеста. Ну, да. Комбо различные, по КБКБ нет на противниках. Но только вот в этом случае я с вами соглашусь, прямо, что он действительно, да, очень профитен. Плюс его стан через ПК вообще тоже моментальный, отличная штука. Так, тут у нас что будет? Я с Гласиуса на Валькирию. Ой-ой-ой-ой-ой, Бабблс не успеваю. Скорее всего, надо было в Темпеста езжать, но они его не видели на он на хаграунде, по-моему. Да, ну, надо было дождаться немножко Бабблса. Там зашил серф, я думаю, бы, надамажили побольше. Дашил серф, салом, скорее всего, он бы не смог выжить. Ну, чё, прогнали это по-дому. Да нет. Они, странно, вроде ему красную хилку дали, что он не вернулся. Да, это тоже что-то непонятное. Вроде захилили. Интересно, а кто это играет сейчас на мидере у команды Мэка? Я даже не знаю. Молодцы, Бабблс. Неизвестный нам игрок. Дебютант. Дебютант про серии. О, ладненько. Ну, чё, у него нормально получается. Не выпадает из игры, по крайней мере. Ну, да, за Магмус он хорошо отыграл. Так тут спидмана нормально так погонял товарищ геомансер. Но за счёт уже этих ботинок гостмарчерсов уже спокойно сможет избегать спидман вот этих атак. Ну, как, я мансеру, главное, третий скилл повесить и всё. Раз-два повесил, выгонишь с линии. Чё, вражеского Кири уже хорошо будет для него. Ну, главное, погонять. Так, посмотрим по крип-контролю. 301 на 8 у Валькирии. 29 на 15 у Бушвака. Так, сейчас ещё раз третий скилл повесят на Бушвачка. Нет. Решил не вешать. Он далеко был. А, Баббл свою из Валькирии. Вот тут ловит. А, лундой зацепил. Да, лундит килл, наверное. Иди, 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 иди. Отлично. Вот он, Бладбав. Правда, у меня он-то не был рискован. Но на самом деле я и ожидал вот именно такой исход из этого ПВП. То, что Баббл, по сути дела, очень часто наказывает что Валькирию, что Хагу. Такой мерзкий парнишка. Да, тут ладно, шестым просто цепляется. Шестое, плюс когда ты цепляешь ультой, человек просто стоит. Он от шилсерфа, по-любому не убежит никуда. Сейчас ждем на шестой левел на Гантели, можно будет попробовать кому-нибудь убить. У нас еще и Редженда. Бегает, вардит. Мы видели его по-любому, по-моему. Да, по идее должны были видеть этот вард. Вот, прямо стиль игры у Редженда такой пакостный. Ты никогда не угадаешь, где же он именно находится в определенный момент. Везде. Да, по всей карте просто. Нападаешь на кого-то, жди, что там уже будет Редженда. Так. Хороший дабл-стан. Я мастер. Да, и это будет минус Гантеля. Вот так вот подрались за вард. Ну, шоу, не зря здесь тусовался уже почти пару минут. Оправдал. Так, врыв. Глазился. Аймурена сам по себе принимает. Так. Отлично. И сейчас будут забирать Редженда. Что, Глазис колбу не дал? Вот она была. Ну, тут есть регион у артмейстера. Да, хорош, если бы Глазис сдал колбу, ему бы там прилетела плюха от Ревенора. Вообще, блин, задолбали этими Ревенорами, Ревенантами, я их постоянно путаю. Или как ты, Никита, играешь на Рапсодии? Тебя постоянно путаю. Эмпас играет на Рапсодии, либо... Вот, Эмпас дает крутую ульту. Вот так вот. Так, ну тут очередной раз прогоняет слай на гиамансер своего оппонента. Да, вот это минус вот этих походов. Да, ульта в Ревенора. Его сразу флизят, и это будет минус Ревенор. Вперед, вперед. Нет ульты от Рапсодии. Потому что она еще маленькая. Баббл с 8-го левела. Что-то... Не могу въехать, почему Пегас не хочет дальше повоевать с Валькирией. Я мальсерак. Ну, как бы... Пегас как бы видит, что ТМП-106-й немного аккуратнее стоит. Там Баббл сбежит за Валькирией. И ФФ просто спасается бегством. Думаю, со следующего серфа он сейчас попробует как откатиться забрать. Если она покажется. Так, ехали в Гантелю, и это будет минус Гантеля. Все-таки за счет отличного контроля от Рапсодии забирают спокойно Гантелю. Не дают ему сделать граббл. Пока у нас маленькая зативща, ТМП-106-й, получает 7-й левел. Пришел он на топ, убить, ушел не хочет. Там есть вард, его видели. Смотри, 9-й левел Баббл у нас. Сейчас должен ходить за руной мистер Валькирия. Гантеля. Гантеля неудачно сделать, и поэтому было видно то, что у Вальки нет маны. А почему же вы сами туда не пошли? Да, почему вы сами туда не пошли? Это же было реально предсказуемо, что ФФ пойдет туда. Может дождется, но такое себе решение, без руны идти на ганг. Сразу что мне еще в глаза. В этом билде гантели бросаются. Это перчаточка. Перчаточка заманчивая. Почему вообще перчаточку, в плане берут? За 500 я имею в виду в инвентаре. А. Не знаю. Редкликом нажал, не хватило. Это и этот, про скилл билд. Нет, что в нем не так. Там билд. Что-то все затихли. На топе ревенант. Идман вообще очень аккуратно позицию сейчас держит. Ну да. Возле вышки стоял. Да он возле Т2 что ли стоял или что? Да, ну. Ну он как бы видел на варде темпест и пришлось ему прятаться. Решил типа ну его нафиг. Ну да, сейчас засосут меня. Умру. Лучше возле Т2 в безопасности поставить. Ну пока небольшое преимущество есть у команды Мека. Всего 2к. Поголодеет 2к по XP. Что ли? А, вот у нас ревенант заходит в инвизи. Сейчас скорее всего опять будут цеплять валькирию. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас я считаю, что это хорошо закрутит. А сало? Сало? А, отличная игра. О-о-о. Суэс вультует. Такое, бывает, бывает. Это просто отличная игра от Пегаса. И буду чизить темпеста. Сейчас серф отказится в тысячечке. Отлично. Ух, это Трэджинда со своим ревенантом просто. Тут сало Бабблса много еще, конечно, решили. Да. Бабблс? Ой-ой-ой-ой-ой. Личный имптат Рапсодия. Так, Рапсодия. Сбили ульту для Рапсодии. Ревенорт? Брёт. Долго, музыка играла. Так, сейчас еще и геомастера заберут. Получай по голове. Нет, смотри. На нее. Ну, будут чизить. Будут, да. Избили хилку. Пытается хук туда-сюда. Да, тут просто дальше погоня. Заберет Бабблса, отлично повесил 30 скил успел. Пикасс был наказан. Опять же, этот ревенант просто тащит сейчас игру. Да, к телебабблсу, видит ревенант появился. Ничего не получилось. Ежиданное контр-нападение такое. Да-да-да. Но там чудом, конечно, Темпест выжил за счет своей банки. Отпивался как царь. А спину, смотри, стакает чужих эншей. Сам забирает их. Ну, да, ты не как-то видишь, в четвером у них получается выигрывать миддлгейн. Да, они как раз вас и в четвером развлекали всю игру. Так, тут контроль от гантелей. У гантелей есть реген. Надо что-то делать, бежать. Реген сбили. И все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это было круто, но... О, да, ничем не зацеплен хожу. Если бы на ХГ вытащил, там бы была другой... Скорее всего, он бы так же в инвизию вошел, ничего не изменилось. Ну, может быть, попытались бы что-нибудь придумать, а так он... С ХГ бы слез по-любому. Надо наказывать Гласиуса за то, что он тут шатается. Я думаю, без дырки Темпостани не попробует выходить. Да, буду дождать новую. Так. Темпест. Пока Темпест фармит. Почему-то... Мека решила не завардить там в лесу, чтобы видеть передвижение Темпеста. Когда робка пока играет. Реджендер. Но они там не тусуются. Пегас вообще так подло эти серфы дает. Просто издевается над FF-ом. То только подходит добивать, он ему сразу серф лицо дает. Опять... Нет, тут уже Темпест забирает руну. Как-то вообще слишком много банок, мне кажется, у ребят из команды. Четыре, да? Четыре банки. Четыре против трех. Четыре. Не, я понимаю, мидер и хардлайнер. Ну, еще, допустим, этот FF, который постоянно соло стоит. Он любитель баночки. Попокупать. Но вот... Тут Гантеля уже просто... Готовил, готовил хук. Ну, заберут, заберут этот вард. Не успевает Мурена. Проигрывает он этот бой. О, еще один вард. Второй. Да, еще и второй вард. Будет въезд. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Ну, это будет минус. Также Гантеля должен убирать. Приходит сюда Баббл. Просто по Темпесту. Смотри, смотри, что делает этот Спидман. Надо убивать Темпеста. Отлично. О, умер отлично. Догорел от яда. Ну, опять Пегас как-то врывается, дает Сайминс и цепляет Баряна. ВПК появилось отлично, что перед Сайминсом. Так, смотри. Он с него как влетел. Ревенор находит у нас товарища FF. Но сейчас все очень хорошо у ребят из команды Мека. Тут Глассиус уже просто бежит на своих страйдерах. Типа, я тебя найду. Так понимаю, он до победного за ним сейчас будет. Сейчас на крибах сверху. Плюс увидели, как отлично сыграл Мурена. Инвиза подождется. Раскатал ульту Гантеля. Чинвиза не подождает. Бум. Ну, это минус. Палькирия. Должны ее забрать. Слишком сильное замедление от этого Ревенонта. Прямо... Да. Противный герой. Я прямо не могу, наверное, там у FF просто уже все подгорает от того, что он просто не может убежать, если в него въезжает. Вроде прыгнул, а вроде и на месте стоишь. Это точно. У спидмена уже 500 гпм. Опять это фарма для машина. Блин. Я уже сам заговорился. Машина для фарма. Нормально. Фарш-машина. Да, фарш-машина. Уже разгоняется. Облс отлично все тоже 350 имеет. Пегас свой лайн выиграл. К нему вообще никаких вопросов не будет у команды. Даже с Тендином они хорошо играют. Тем более Гантеля себя оправдывает прямо. Очень тяжело. Я смотрю на команду КС-4 персонажа. 200 гпм. Ну да. Что с ними поделать? Да, тут уже цепляют на миду Ревенора. Да, цепляют Ревенора. Тут 5 секунд Баблса прилетает. Ревенор должен Баблса бежать. Тихо везло. Да, Ревенор-то выживает. Отличная стрела пошла. Стрик сорвали. А не, не было стриковано. Гантель этот соседист ждет на этом варде. От Реджендо. Ну сейчас можно убивать Темпеста. Это вообще такая печаль была бы. Да. Скорее всего, если бы Кай не пошевелился, он бы в кустах остался. Я как-то помню тоже, играл Гантелей. Только я подтянулся кому-то и этот в кустах застрял. Это была вообще печалька. Если бы это была Дота, там вообще была бы Хохмах. Да, там же никак не вылезешь. Да, там даже если просветишь порошком, порошок же не палит. Там просто Барян бы сидел, дождался бы своего ульта и закрутил бы кого-нибудь. В общем, обсуждать можно многое, но пока Мека впереди. 9К преимущество по Галде и 10 по ХП. Все у них в руках. Да, нужно ПК для Темпеста, нужно ПК для Геомальсера, нужно ПК для Ревенора. У Гантели уже почти на подходе ПК. Ну, я думаю, Ревенор ПК не будет брать. Как бы ему не очень подойдет. Инициация, а думаешь, будет от Геомальсера? Да, думаю, хватит ПК на Геомальсере. То есть Ревенору по БКБ пораньше собрать. У нас Генчика нашли. А тут еще и Темпеста. Ультбабблс поставит? Подставит, тут в принципе нечего жалеть. Вот эти два саппорта сейчас очень много делают. Выигрывают игру сейчас Редженда и Мурена. Ну, да, если не учитывать вот эти действия Пекаса, который просто в щи выиграл свой лайн. Да, Редженда обнул 8-й левел, бегает теперь вдвоем с Мурена. Сейчас найдут... Ну, Ревенору это не такая прямо легкая цель. Ну, они как бы Вижен дадут и подождут Кантелю или Бабблсу. Вон Бабблс бежит. Вот там выйти, увидеть. Да тут только что чуть не умер у нас ФФ. Его в инвизию чуть не оприхотывал товарищ Спидман. Тяжело, очень тяжело сейчас ФФу. У него просто фарм остановлен, он может сейчас будет прямо как такой полу-кэрри, полу-саппорт. Не знаю, что ему еще делать. Мне кажется, им как-то надо сейчас собраться, попытаться попеков из противников. О, смотри, очередной заход. Это сложно. Очередной заход Генчика. Генчика, походу, жизнь ничего не учит. Он уже второй раз умирает на этих вардах. Настолько подлые, что они просто стоят и ждут. Да, это... Это последнего просто стоит на одном месте, да. Да, так и... Дроны тоже ощутили вот это присутствие команды Мекки в их лесу. Они опять будут стоять, ждать пока что, да, сейчас опять приснимать. Что это такое? Так ты смотри, они стоят. Сейчас в инвизы идут побегают. Но они точно будут ловить просто. Смотри, у Бабблса есть ульта. Сейчас они попытаются поймать Ревинора. Аня тут уже простотерка. Очень большая. Уже спалили Валькирию, спалили Геомансера. Так что они не будут заходить. Байни, где жил, варда не точно. Еще Реджендер еще временем подожил. И Гласа. Отличный город. Отлично. И это Мернор. А вот это был нежданчик сейчас от Гантели, который получил ПК. Ой-ой-ой-ой-ой, спидмен. Вот 2. Что-то там походу дело за два удара, что ли. Там под бафом Ревенанта с инвиза Бушвак просто нарезал. Блин, Бушвак со своего инвиза вылез вроде бы. Ну да, со своего под бафом Ревенанта вылез. Было неплохо. 13к погалдеть сейчас за командой МЕКа. Они реально хотят выиграть. Походу дело, гранд-финалу их не очень сильно огорчил. Ну сложно, 15 тысяч камбэчить. Ну сложно, но возможно. Не только там на ошибках. Да, должны очень грубые ошибки быть. Раза два примерно геноцид. Ну там подраться у Конгора, проиграть файт. Там еще что-нибудь такое. Пакостно. Но сейчас все зависит от товарища, у которого есть Блэк Холл. Мне почему-то кажется, даже дэмэджа не хватит с Блэк Холл. Да. Если всех закрутят, они там выживут, все равно смогут. У кого-нибудь есть МЕКа? Из команды МЕКа. Ни у кого нету. Не, мысли всех, конечно, закрутят. Тогда сильно выживет максимум два человека, но может три. Скорее всего выживет. Они уже как минимум не фуловые будут, и можно будет их добить. Ну, по крайней мере, в Валькирия не сильно много дамаги внесет. Ну, первое, это геоманс. Это же неплохо. Геоманс фарт уже, если выдаст все. Ну, а все, что он неплохой. Бежать в Фэблс, а ну тут... Станом не достал мне наш. Так, фрисят Валькирию. Пытается АФФ сюда срулить. Приходит больше, как он будет забирать. Хульта, конечно, была лишняя, но... Даже не долетела. Вот это длинный хул был. А тут у нас Редженд. Смотри, смотри, что делает Редженд. Редженд просто... Быстро в виде еще бегает. Ой, хорошо. Отлично. Было бы все хорошо. Даже не понял, что ему смотреть. Ге-ге. По-моему, Колба Гласиуса поставил сразу. Быстро сориентировался. Да, там мгновенно было. Нет, там не Колба Гласиуса. Там он сразу его этой таблеткой оттолкнул. А, таблетка. Да, там таблеточка. Все было сделано грамотно. То есть, что Редженд пасся очень далеко от Блэкхола, что Гласиус там рядом стоял. Ну, в общем, сейчас, я скажу так, просто переиграли. Очень сильно. Ну, я думаю, тут как бы... Генка рассчитывал, типа, они пойдут в дабл топ, в Саламиде, в дабл хард. И типа, с Темпос там в чужом лесу хотя бы Бушвака загнобить. Ну, и на этом моменте, типа, у них все не получилось. Да, на этом моменте все, что-то пошло не так. Лайны, то есть, не указали и... И в этом поражение последствовало. Ну, да, там долго менялись, конечно, ребята. Ну, что, у нас следующая игра будет Кэтсы против команды Изи. Что, ребята, вы со мной проследуете дальше? Я, в принципе, здесь. Я тоже. Окей, тогда, летс гоу на следующую катку. Будем смотреть, как Кэтсы будут срывать злость на Изи. Вот, я вам... Ну, я думаю, сейчас будет интересное противостояние. Интересное противостояние. Ну, окей, ребят, я выхожу пока из конфы. Вы, дамы и господа, видели эту замечательную игру. Игра, которая действительно держала всех в таком прям эмоциональном настрое. Все болели за свою любимую команду. Но, Мека в этом плане, они оказались чуть-чуть посильнее. Потому что они переиграли и по лайнапу ребят из команды Кэтсы. И все-таки персонажи, которые стояли один на один, были чуточку сильнее. Вот. Ну, оставайтесь с нами. Следующая игра Кэтс против команды Изи. Буквально через 10-15 минут мы продолжим. Не уходите от нас.